понимаете ли вот смотрите еще один стереотип ну тут скорее наверное упирается все в недостаточной диагностики есть например такая болячка как рефлюкс вот та самая которую значит диагностировали президенту соединенных штатов этому браку обами дело в том что это разновидности сжоги единственно что при сжоге мы именно чувствуем жжение да вот в пищеводе а при рефлюксе там возникают ощущения уже другие они скажем так фееричнее ощущается не просто жжение да там ощущается боль за грудиной желание расправить грудь желание вдохнуть побольше ощущение что не хватает воздуха значит боль за грудиной боль вот такая разливается по всей грудной клетки она может отдавать в шею значит в лицо на лицевые нервы может отдавать ощущение вообще феерически у человека полное ощущение что все какой там невероятный сердечный приступ понимаете и очень похож на значит именно сердечные проблемы то очень похож на самом деле всего лишь изжога но очень часто не разобравшись в этом вопросе а это ведь что требуется это требуется понимаете ли он причем возникает этот рефлюкс в основном вечером ночью значит реже значительно реже днем это все возникает а соответственно надо во время приступа человека там снять и кг например у него да вот кардиограмму посмотреть померить там давление сердцебиение значит то есть провести нормальное кардиологическое обследование именно во время приступа а у нас получается так что человек там раз напугался два напугался в больницу прибежал с такими глазами у меня там вот врач значит ребу почесал ну ёкарный бабай ну ладно вот тебе значит на обследование и идет ему значит смотрят да нет вроде здоровенький сердечко у тебя ничего то значит через недельку опять прибегает у меня опять два таких приступов было но в конечном итоге врач ему назначают какую-нибудь таблетку интересную то и две тот подсаживается на эту таблеточку что получает как получает реальные проблемы уже непосредственно от таблеточки вот и вторые дополнительные реальные проблемы значит а второй таблеточки которая призвана нивелировать побочное действие первой все все получили нового сердечника самое смешное что у человека там приступ это рефлюкса от этого не пройдут значит ему назначат другие таблетки там посильнее еще чего то еще как то ну может в конечном итоге значит его отправят чем-нибудь там пообследоваться значит ну хорошо если кардиоцентр есть вменяемый вот хорошо если там значит сидят врачи на своих местах которые делают работу за совесть они просто за зарплату вот хорошо если значит они действительно поищут там в чем причина не найдя никаких отклонений от нормы выпнут значит болезненно с диагнозом здоров иди отсюда не мешай людям работать вот может быть и так что что-нибудь да и найдут у него ну как-то ну не так посмотрели и решили что ну чё-то она у него как-то может представляете на человек весь на нервах да у него там что-то происходит какие-то боли значит а его тут на обследование положили а если человек еще и мнительный вдобавок чем делать и кончится правильно у него и давление там может вырасти будет поддерживаться повыше да и сердцебиение будет повыше значит да он бедолага еще с домашней этой пищи на больничную перешел резко рацион сменил у него там запор от этого развился интоксикация пошла организма значит то давление опять возросло ему посмотрели ну ёшкин кот ну так нехорошо блин мы полечили но там и реальные проблемки возникнут запросто и такое бывает вот вообще ну название то такое вот рефлюкс то я его когда услышал первый раз что за рефлюкс то такой ёшкин кот значит полез искать нашел почитал описание и удивился в свое время у меня такая штука была просто напросто я когда случилось там первые несколько раз и сильно поудивлялся вроде как-то не замечал проблем с мотором то да шо ж это такое то думаю странно ну сам ты себя я могу в состоянии проверить да там грубо говоря элементарно поделать определенный там комплекс упражнений вот а супруга медик по образованию значит в состоянии мне проконтролировать элементарно тонометром все эти параметры и посмотреть убедиться что да нет моторчик нормально работает а чё не так то знакомых врачей значит напряглись симптоматикой тебе говорят ну чё тебе надо ложиться на обследование понимаешь ли кардиологию чё у тебя там судя по всему там чуть ли не прединфарктное состояние ребята да бог с вами какое прединфарктное состояние не с чего не с чего вот а потом на изучай почитал симптоматик это один в один один в один ребят понимаете вот думаю ешкин ты кота видимо где-то что-то не то съел что-то недопереварилась организм пытается это все время переварить все таки она там в желудке лежит ну ладно организму я помог кстати да вот еще один вам стереотипчик в догоночку получается да вот смотрите у нас возникает изжога изжога почему это потому что уровень кислоты в желудке повысился у нас там вот чуть выше короче в пищеводе стоит датчик который фиксирует уровень кислоты вот если уровень поднялся до него датчик начинает сигнализировать уровень кислоты высокий значит для того чтобы кислоту погасить но сода это я уже писал говорил это самый последний вариант хотите убить желудок ради бога лучше съесть кусочек сала значит соль надо счистить да небольшой кусочек там вот принципе не надо ничего погасит излишки кислоты и нормально все пройдет это один вариант второй вариант парадоксальный изжогу можно погасить выпив уксуса разведенного потока разведенного вот крепость разведенного уксуса должна быть такая но зубы точно не должны шипеть но он должен быть крепкий должен быть кислый естественно горло обжигать тоже не надо понятно да а вот я обычно беру вот яблочный уксус нормальный у нас вот сейчас вроде как говорят но это наша вроде как компания там сотрудничестве с немцами яблочный уксус поставляет такие вот бутылочки небольшие кинта называется нормальный достаточно качественный ну где то сколько там пара чайных ложек примерно так на почти стакан воды вот знаете парадоксально и так уровень кислоты то выше да ты еще тут стакан кислоты заливаешь ничего подобного почему происходит такая ситуация почему уровень кислоты поднялся но потому что кислотности концентрации кислот не хватает для того чтобы расщепить то что там где-то что-то легло вот оно легло плотненько понимаете и не в состоянии этими кислотами пропитаться и она лежит организм добавил и помогает добавил не помогает добавил не помогает блин уровень поднялся у вас изжога все равно не помогает вы берете крепкого уксуса хлоп и помогло понятно а ведь стереотип что раз уровень кислотности поднялся надо его погасить зачем надо помочь организм он у вас еще дурной что ли вот все считают что у них организм дурной прям вот дурнее паровоза но это не так вот опять значит те кто считает что мы произошли там от обезьяны в процессе эволюции да вы считаете что миллионы лет эволюции были вот такие дурные что у вас получился настолько дурной организм вот он у обезьяны должен был быть дурным да потом после миллионов лет эволюции еще и ваш организм дурным получился. Да нет же, ну не может такого быть, правильно? А те, кто считают, что их Бог создал, ну, вы считаете, что что, Бог дурной, что ли? Нет ведь? О, значит, организм у вас умный. Это у вас в голове, значит, дурные мысли сидят, просто-напросто. А вот дурные мысли, это уже результат не действий не эволюции, не Бога, а это результат, значит, того, чтобы вы наслушались разных глупостей со всяких сторон. Именно так, не глупостей, а именно глупостев. Понятно? Неправильностей сплошных, которые у вас, значит, вместо нормальных алгоритмов там в голове. То есть, когда понимаешь, как механизм работает, вот как инженер? Инженер, он понимает, как работает механизм. Поэтому он не связан никакими инструкциями, каким образом этот механизм починить. Он может зайти к этому хозяйству там с любого боку. С любого боку. Вот. А человек, который связан рамками, узкими очень, и да еще он не понимает, как это все работает, вот он и будет пытаться это все делать вот одним и тем же способом, не получать результата. Почему? Да он не понимает, как это работает все. Вот и все. Вот и все. У вас там, соответственно, вот это вот выпили, значит, да, вот это вот все там переварилось и в конечном итоге провалилось туда в кишечник. Вот. А чтобы, значит, соответственно, кишки кислотами-то не обжигать, у нас там что делается? О, у нас желчь туда подается, да, для того, чтобы, значит, кислоту погасить, уровень кислотности погасить. Все. Ну, это я уже там дальше рассказывал. Понимаете, вот еще один стереотипчик такой, очень интересный. Вот. А теперь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok